Но я же знаю, что ты мой, не прячь улыбку в телефоне, не убегай от встречи вновь, пойми, что я твоя. Ну что, бабуля с дедуля приехали, да? Да. Коля ходила же к ним, вещи помогал разбирать. Ну что? И они мне подарили вот такой свитер. Да, это толстовка. Ну да, толстовка. Ну встань, покажись. И очень Тимофею нравится. Да. Да, только в капюшон. Ты наш подарок? Нравится тебе? Нравится быть предателем, да? Ну я поняла, что это заморочки этой игры. Потому что мне прямо это ухо режет. Да, потому что в игре Among Us в случае маленький шанс, что ты станешь предателем. Ну вот, и бабушка Веточка такой набор. Лего Майнкрафт. Да. 8+. Что это такое? Это Лего Майнкрафт секретный хит. Там есть такой секретный хит, там где вспомнился новые мобы, пираты. Сида. Сида? Угу. Сида. Ага. И там вспомнился такие мобы, всякие пираты. Ну что, классно. Сейчас будешь собирать все, да? Угу. Кстати, тут механизмы всякие есть. Угу. О-о-о. А хотите я докажу то, что на Марс можно отправить воду? Ну понятно. Берем Марс и туда наливаем воду. Понятно. Вот сюда можно положить свои наушники и так ставить зарядку. Ммм. И тут. Ту-ни-ду-ни-ду-др-ля-ля-ля. Рюкзачок. И вот тут можно его открыть. Ну что, вот такая маска. Смотрите. А он кассер. В общем, футболка вот с такой огромной собакой. Смотрите. Пока плавит кусачей. Футболка просто шок. Идеально. Классная, да? Да. Пузырики ест. Ну что? Не нравится тебе такая весна? Я хочу кнопочку. Ну кнопочку, кнопочку. Хочу кнопочку. Ну хватит рыдать. Мы вышли гулять. На улице солнце. Весна. Ребенок недоволен. Сказал, что ты вывела меня гулять? Это не весна. Это какая-то... Фесна. Фесна? Ну да. Вот такая вот фесна. Фесновая. Вот. Видали, что у нас в парке? Песок растаял. О, Москва. Лужицы. Журчат ручьи. Скоро зажурчат. Да, Тимош? Гадость зубкостная. Так, ну что такое? В общем, тут произошла встреча. Встреча долгожданная. Ой, Господи, ты боже мой. Ой, 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 ой. Кнопка. Завтра тебя в порядок приведут. Сейчас я кнопку буду расчесывать перед стрижкой завтрашней. И отведу ее в соседний салон. Ой, ой. А фея-то ее все обнюхала, все. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Что творится? Что творится? Сказал. А фейка после того, как ее подстригли, хулиганит. Она запрыгивает на стулья. Она запрыгивает на столы после того, как ее подстригли. Она запрыгивает за кровать на высокую эту тумбочку для белья. Это вообще. Это фея-хулиган. Фея-большой-большой хулиган. Да. Попей, Кноп. Не хочешь попить? Что такое? Что такое? Ой, все, надо проверить, все ли тут на месте, Кнопа. Проверяй. Все ли тут на месте. Ой, 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 ой. Фей, да отстань ты от Кнопы, дай сводится. Ой, 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 ой. Смотрите, как обросла бедная Кнопа. Господи, шарик, ты шарик проси-то. Серый, правда, уже не белый. Я ужинаю, смотрите. Смотрите, я ужинаю. Это что за наглец такой, а? Напрыгну через стол на стол. Ныла, 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 представляете? И как с дивана? Сиганет на стол? Вообще я в шоке. Ну, а сейчас я пришла в собачий или кошачий салон для стрижки собак. Немножечко вам хотела поснимать, как он выглядит изнутри. Привет, привет. Сюда я приводила фею. А сейчас я пришла сегодня с кнопочкой. Да, тут висят вот такие красивые фотографии, такие голографические с кошечками. Витрина. Тут много всего продается для кошечек и собачек. Самое главное, вот одежка. Конечно, я кнопки купила комбинезон. Я очень хотела такого качества, хорошего купить комбинезон, чтобы он мне на долгие годы уже был для нее, потому что когда покупаешь вещи хорошего качества, особенно это касается одежды для собак, кто. В общем-то, она будет служить долго. Ну, а вот наша кнопочка. Вот у нее такая сумочка. Она там очень любит. Я ее вешаю на плечо обычно и иду с ней куда надо. Она очень любит. Там по бокам тоже есть сеточки и дырочки. Ну, вот она ждет своей участи. Ну, а я жду кнопку. Ну, что, всем привет. У нас опять зима вернулась. Весны. Ой, весну можно не ждать. Так, ну что, ну иди, пройдись там, пройдись, пройдись. Значит, кнопочку постригли, сходили в парикмахерскую и кнопочки я купила новый комбинезон. Вот такой, смотрите. Такой модный. Тут вот такая молния специальная. Молния специально открывается. Можно сюда шлейку. Ну, это для тех собак, у кого пудель, конечно, не будет шлейки ходить. Просто так вот молния открывается. Ну, можно сделать вентиляцию. Тут такая дырочка. На попе такая вот страсть, так и на попе, да? Вот такие вот страсти. Ну, что ты встала-то? Ну, ну, пройдись хоть. Ну. она теперь от меня не отходит. Опа! Я не могу. Кнепочка. Все. Так что сегодня очень холодно, сегодня метель, поэтому я купила комбинезончик к Кнопе, чтобы он был такой красивый, да, Кноп? Вот. Кноп теперь чистенькая. Кноп теперь красивая. Сейчас мы тебе снимем его. Снимем. Снимем. Пока сейчас после помышки мы еще пока не пойдем гулять. Ну. Вот такая Кнопа. Кнопа теперь подстриженная, чистенькая. Да. Кнопа даже бегала тут. Спасибо, говорю. Спасибо, Зоя, ты меня отвела в карьхмахерскую, да? Спасибо, Зоя. Спасибо. Очень нравится ей комбинезон ее. Смотрите. твой комбинезончик. Ой, нравится этот комбинезон. Ой, красивый какой, хороший такой. Ой, какой классный. Да. Вот такой вот комбинезончик. Вот единственный, как мама сказала, недостаток, что он на пузе застегивается, хотя, в принципе, это удобно. Одел на пузе застегнул. Тут такие кнопки классные. Кнопочки такие вот. Все. Пришла я к маме. Какое-то умное молоко тут. Что в нем умного? Молоко только от коров с генотипом А2. Сколько тут формул интересных написано. Это вас. В общем, это какое-то классное молоко, да? Что такое умное молоко? Чем оно отличается от обычного? В обычном молоке содержится два варианта белка бета-казеина А1 и А2. Наше умное молоко белок А1 не содержит. При производственной этапе отбора коров мы используем генетические тесты и выбираем только тех, чье молоко содержит исключительно белок А2. А у мамы вот такая закрывашка где? Куда делал? Сейчас вам покажу. Вот у мамы такая вот реально одевая, да? Да, она сырная. Вот такая вот сырница для сыра. Видите, тут с такими дырочками. А что за фирма-то не помнишь? Это вот это вот. Американская это хорошая. Ну, вот учиться-то ходила это. А, вот. Маша продает. Да, да, да. Так, тупер-вер. Да, да. Тупер-мупер. Для русских дупер. Вот. Сырка. Сейчас подтянем тут у родителей. У нее мембрама-то. Ну, да, да. На крышке одна пишет подумаешь дырки. Нет. Нет, не подумаешь. А на воду вот. В общем, короче, он прям вот такой вот свеженький такой хороший. Мембрана это не дырки. Она воду не пропускает. Ага. Дышит, короче. Сыр лежит такой в холодильнике. И дышит, да? Вздыхает. Вздыхает. Главное, чтобы он не сдыхал и не покрывался плесенью. Денья, долго хранится. Хороший, да? Да. А мне тоже такую себе купить. А то сыр мы тоже часто едим. Классная штука. Ну, а мы тут можно разный. Подолгу сыр храним. Покупаем большой кусочек. Вот, я и говорю. Тут можно не один сорт сыра сюда положить. Да, он так и хранил, Игорь. Перед отъездом. Удобно. В общем, такая вот штука. Так, сейчас еще что-нибудь вам полезного сняла. Папа ищет на своей кухне полезное что-нибудь. Не находит пока. Вот еще у Папы есть такая кастрюлька. Фарфоровая. Она для микроволновки? Да. А тут какая-то... Я специально... Ну, это вот так... Это так отбилось? От времени, да, уже. А, ну это... Мне уже прилично. Уже много лет ей, лет... А, нет, я подумала, мало ли вдруг это выйдет. Лет шесть, наверное, назад я купил. Таких уже больше не продают. Не продают? И купить я такую вторую не могу себе. Весь интернет облазил. Если вы знаете, напишите нам. Это испанская, испанская, да, тут. Ты нам покажи основную часть ее. Основная часть вот. Основная часть вот. Она вот так одевается? Да. Насыпаешь... Не могу одной рукой. Насыпаешь кашки, наливаешь туда водички или молока. Она сверху одевается? Там сахарку. Да, она... Сверху одевается. Натягиваю. Наделаю, все. Вот оделаю, все. И поставил на свече. Тут дырочки вот. И вот она там совершенно спокойно. На три минуты ставишь кашу, дыркулес засыпал, налил водички. Она, короче, не убегает. Не убегает. Вот ты через три минуты достал. Кашка... Замечательно. А ты штучка просто как крышка, да? Ну да, если убежала через дырочки, оно вот здесь останется. она вот здесь осталась, потом крышечку помыл, и все. Ну да, для микроволновки... Совершенно замечательные. Такие были больше объемом. Но поскольку кашу в основном только я один ем, поэтому... Это вот мне как раз это прям подспорье. Я прям берегу ее. Овтяную кашу я не ем. Да, мама не ест, у мамы аллергии на овсяную. Не аллергия? Ну, в разную можно. Я всяну и лечу его, и какую хочешь. Да. Ну, я ее чисто приспособил под свои какие-то нужды. Хочу попробовать здесь еще картошечку запечь. Порезать ее кусочками. А у тебя для картошечки была какая? Ну, я ее оставил на даче для картошечки. А-а-а. Потому что там она интереснее все-таки она там не... А-а-а. Там можно и рыбу тоже туда. Я думал, все надеялся, поймаю карася, засуну туда карася и картошечку. И петрушечку какую-нибудь положу, чтобы все вместе запечь. Ну, папа много таких всяких. Ну, что-то карась не пошел осенью. Ну, да. Всяких гаджетов, в общем, короче, много. Ну, что? Кнопку постригли, да? Что-то мы какие-то все вяло-вареные, да, бабушка? Ну, это из-за погоды. Да, погода какая-то. А как это сказали? Какая-то пила? Какие-то качели, да. Какие-то качели, какая-то пила там эта. Из-за атмосферного давления? Я не поняла, в общем, какая-то... Да. В общем... В атмосфере. Да. Я сейчас побегу домой. Вчера очень голова болела. Да, ты, мой, болел. Пришлось пить очень сильное лекарство. Затылок прям вчера болел. Болел? Да. И отца меня не обнимала. Да. Вот это-то и опасно. Да. Ну и то. Кто такой? Кнопочка на меня залезла, сидит тут со мной, вон. Соскучилась. Соскучилась, да. Все, я побежала к мальчишкам домой. Бабушка у нас сегодня никакая тоже. Да, я вообще спать хочу. Я сейчас снова спать лягу. Я прям сегодня, перед 8 марта, решила это... Отоспаться? Да. Посвятить день тебе, вот просто плюс, плюс, плюс. Но я ночью не спала. Я только в 6 утра спать легла. Вот эта вот погода не могу. Ночью глаза выпачены. Ну, мне никуда не надо, ни на работу, никуда. Поэтому я решила, буду спать тогда, когда хочется спать. Вот хочется днем, буду днем. Потому что иначе получается полный недостык. Я уже пробовала днем не ложиться, вроде ночью. Ну, глаза-то зачем ты тушь мне лижешь? Ничего подобного. Сидела ночью опять с выпеченными глазами. Вот что делать? Что-то такое случилось. Перепутала день с ночью. Ну, вот с этим переездом на дачу всю вещь собирала. Перепутала день с ночью. Ну, поскольку я сова, то мне стоит вот чуть... Что-то такое... Чуть выпьет совиного... Нет. В яду! Чуть плещ позже спать или полночи не спать, по каким-то делам. Все. У меня начинается это на следующий день, и потом очень трудно это вернуться в норму. Ты посмотри, что творит, а? Мне только надо или работа, чтобы была, вот тогда я нормально. Глаза мне лизать не надо. Я буду по-нормальному графику, тогда я остаюсь вот нормально. Ну, побалдел ты. Тогда какие-то обязательства. Я тебя тоже люблю. Люблю. А так у меня прилив энергии. Я даже суп сварить люблю больше. В час, два ночи. У меня самое время суп варить. По ночам. Сварить суп и кинуть туда сушеную мышиную ножку. Ладно, мы шутим на самом деле. Я могу в девять часов лечь спать, два часа проспать, потом все равно я встану и полной сил буду что-то делать. Я тоже поздно спать лазу. Я обычно вечером могу в девять заснуть там. Игорь прямо услышит, свет мне погасит, ходит на цыпочке. Думает, что вдруг я просплю полночи. Нифига. Слушай, тут так интересно свет падает. Я какая-то тут рыжая. Ну, это из-за люстры. Рыжая, бесстыжая. Люстра-то у меня красивая. А, люстру сейчас вам мамину сниму. Подождите. Вот она у нее. Люстра. О, какая. Она красива, когда вот переливается. Надо ее помыть. Все же таки. Ну, весной-то мыли. Весной мыли, надо снова мыть весна. Уже весна опять. Да, осенью мыли. Ну, нас тут и не было. Тут никто пыль не топтал. Никто это. Не топтал. Но, когда ходишь, пыль все равно вот она как-то вверх поднимается и на все ложится. А когда никто не ходит по квартире, оно как-то вот не так. Что там дедушка смотрит такой? Все же окна были закрыты. Откуда пыль тут, брат? Ну, да. В общем, у мамы классная люстра. У мамы все тут вообще красиво тоже. Да, мам? Да. Это потому, что это у мамы. У мамы всегда все лучше, чем у меня. Мне так кажется. Ну, нет. У нас ремонт уже давно был. А мне все равно такая, как в детстве. У мамы лучшие туфли. У мамы лучшие... Сейчас, да-да, поржите, поржите со мной вместе. У мамы лучшие платья. У мамы лучшие духи. Самая лучшая помада. Самый лучший лак. Самая лучшая тушь. Самая лучшая пудра. Все, 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 все. Потому что это у мамы. Я когда работала, я на работе ногти красила. У меня такие ногти, у меня кутикало. Обрезать нечего мне ногти. И я поэтому чуть подпиливала ногти и просто крашила. Ногти мама красила часто. Зоя всегда, когда я приходила с работы, сразу меня за руку брала и смотрела. Она знала, что я могла хоть каждый день там ногти красить. Ну, 15 минут всегда найдешь. Вот, да ли что, мама на работу сходила ногти красить. Да не, шутка, конечно. В обедный перерыв быстро. Я сейчас понимаю. Мне вообще дома не дают ничего накрасить. Дома нет ногти красить. А на работе самое оно. Вот. Точно. Ну, так как-то все исторически сложилось, что у тебя все самое лучшее. Ну, это так тебе было. Хотя у бабушки тоже было много всего. У мамы тоже руки были красивые очень, да. Но у тебя было лучше. Мне так казалось. В мое детство мама ногти дома не красила. Потому что все... Ходила бабушка к маникюрши. Все прикмахившие, все маникюрши были мамиными ученицами. Да. Вот. И они с удовольствием ее ждали. И мама вот любила одну вот стриглась у Гали вот. И меня Галя стригла. А я помню, бабушка ходила в парикмахерскую, а мы ее с дедушкой ждали обычного. Ну, у автомата с газировкой. Мы там брали с дедушкой водичку и мороженое. Там ждали ее. И мама всегда берет маникюр у маникюрши. Но у нее тоже обрезать-то ей было нечего. Она когда пожилая была, уже не ходила к маникюршам. Ну, такие годы были, все это было уже и дорого. И моя подруга, она продавала вот фирму эту, я забыла. Лена, как это, Эйвен, да? Да, Эйвен. Ну, мама покупала лачок у нее там и дома вот просто красила. Ну, тоже у мамы кутикула очень тоненькая, ей нечего обрезать было. Она чуть подпелит, у нее красивая природа ногти. Слушай, ну, у меня тоже на самом деле кутикула очень, это, ее практически, тьфу. И Зоя всегда говорила, маню руку, маме, хочу такие ногти, как у вас, хочу такие ногти, как у вас. Ну, Зои, к сожалению, достались ногти Игоря Борисовича. Мне достались, как я всегда говорю, мне достались не те ногти. Вот. У бабушки и у мамы более красивые руки, я считаю. У нас ногти в мою бабушку, она художником была, у нее очень красивые руки были у моей бабушки. Я ее не достала, не застала, она умерла до моего рождения, но она была художницей. И мама говорит, что у нее очень были красивые руки. И мама говорит, что у меня такие руки, как у бабушки. Да. Мама говорит, что у нее немного другие. Ну, не знаю, в общем. Ручки, ручки. Вот, переполела коронавирусом, и два ногтя вот у меня деформировались. Да? Да, да, вот тут вот, видишь, надо лечить, подлечить чем-то, даже не знаю, чем. Да, вот вы не поверите, вот этот коронавирус, это вообще дрень такая. И волосы у меня прям вот вылезают, прям расческой расчесываются. У меня, кстати, после коронавируса тоже сначала прям вылезали волосы, а потом как-то вроде восстановилось все. Особенно это очень сложно, если у вас раньше были хорошие волосы, и вы психологически вот уже привыкли, что у вас хорошие волосы. И вот это вот... А тут тебе хоба. Да, а тут хоба, и впереди прям вылезают на самой челке, и не знаешь, что делать с этим. Просто ужас какой-то. И вот Игорь всю жизнь свои волосы поддерживает массажами, вот из-за того, что фуражки военные носили, у него всегда... Ну да, там... И он привык к этому, а я к этому не привыкла. Он мне говорит, делай массаж, а у меня сейчас волосы отросли длинноватые, и очень неудобно массаж делать при таких волосах. Да, я тебя подстригу. Да. Вот если бы короче у меня было... При том, что я не умею, я сейчас тебя подстригу. Мне бы было проще вот это массировать, да, но я купила вот щёточку Коли голубую такую, а себе вот... Розвенькую? Реж, такую розвенькую. Сейчас мы ее возьмем. Она мягенькая, и я вот ей массаж делаю. Бабушка себе вот такую розвенькую купила, смотри. Да, это японская щёточка. Япона-мать. 600 рублей она стоит. Это вот так вот надо? Да, ну вот на длинных волосах вот так, да, понимаешь? Были бы покороче волосы, было бы проще, а на длинных не очень удобно. Но она вообще такая мягкая массирует. Мягкая. Да, я вот так вот делаю и вот так вот кручу, да. И вот так вот крутишь? Да, да, вот так массаж делаю. Ты крутишь. Да, ну потому что у меня сейчас длинноватые волосы вот. Я вообще стрижки делаю всегда, и со стрижками было бы удобнее. Вообще все отросли волосы за лето. У меня вот они хоть лезут у меня, но растут быстро. Растут быстро у меня все равно волосы. Посмотри, вот я стригу, если у меня вот уже, видишь, отросли. У меня в том году даже медленнее росли. Это значит... Вот что такое? Витамины есть для роста, а вот... А у меня был-то пару лет назад, помнишь? У меня все это... Ну, что-то у меня было странное с волосами. Я ходила, значит, мне посоветовала наша подруга общая, да, Иса, привет тебе. Вот, значит, я ходила к врачу, он меня обследовал, все анализы мне брал, крутил, вертел, сказал... Все нормально. Ничего не могу понять. Гормональный фон в норме, все в норме. Он говорит, у меня обычно даже если просто женщины приходят, он говорит, ну, такого не бывает, чтобы я ничего не нашел. А у вас, говорит, все нормально, с анализами даже вообще просто все шикарно. Он говорит, ну, я не знаю. Может быть, вам, говорит, испортили просто вот в парикмахерской там чем-нибудь. Ну, тебе в парикмахерской испортили. Волосы, да. Она тебя сажала. Вот, ну, да, да. Да, видимо, что-то мне просто банально не подошло из-за моей аллергии. И при том, что он мне еще сказал, что, например, ну, как бы у меня там своя есть патология, да, он говорит, а вам и ничего и нельзя. То есть мезотерапию, ну, можно... Кому-то можно мезотерапию в голову поколоть, да, еще там какие-то уколчики поделать. Там пересадку вот эту делают, да. А мне и нельзя тоже ничего. Вы знаете, вот о волосах, вот я что хочу сказать. У меня с детства в одном месте все время образовывался колтун. И мама меня коротко стригла из-за этого, вот, и ей некогда было. Но мне же хотелось вот волосы, и я все равно отращивала длинные. А у меня очень быстро волосы растут. У меня за год, в общем, вырастают волосы гораздо ниже плечи, прям так вот, ну, прям длинные отрастают за год волосы. Вот, и я как-то маму все отлынивала от парикмахерской. У меня вот в какой-то момент выросли вот длинные волосы. И опять я помыла голову, и у меня колтун вот в одном месте. Вот после мытья вот скручивается колтун, и все. И мама говорит, не могу. Причем моя мама любила всякие узелки распутывать, ты же знаешь. Она руками все же делала, она макромея плела, то есть вот, ну, руки у нее такие были. И она не смогла, и я пошла к девочке, я дружила с Ирой, с Осерой, и пошла к ее сестре, к Наташе. Она старше нас была, она модная такая была, все. И она мне, Наташа, вот распутала колтун. И вот несколько раз она мне эти колтуны распутывала, но все равно, что значит распутать колтун? Там все равно часть волос ты выдираешь по-любому. Там даже вот такая маленькая стюлечка остается, все равно ты ее выдергиваешь. Потом как-то я все время стриглась коротко, потом было время, я отрастила длинные волосы. В конце вот уже, ну, где-то вот класса шестого я начала отращивать волосы, у меня долго были длинные волосы. И уже перед самой свадьбой я постиглась чуть покороче, чуть покороче. И во время беременности я носила стрижку, потому что мне так было удобнее, ну, мыть голову и все. И это самое. У меня отвальц рука. И потом все время у меня стрижки были. Но когда мы поехали в Монголию, там не было парикмакеров. Вот. И это самое. У меня за год опять отросли длиннющие волосы. И там дружила я с женщиной, с Татьяной. Мы с ней вот вместе не стриглись. И у меня волосы выросли гораздо длиннее, чем у нее. И она все говорила, Анька, у тебя какие-то витамины вот такие есть, которые вот прям вот растут у меня, волосы вот быстро. Вот. И тоже вот у меня были длинные волосы. Я уже в Москву приехала и тут работала. Вот у меня были длинные волосы. Какой-то промежуток жизни. Вот так вот, как у Зойки у меня были длинные волосы. У меня густые, хорошие волосы. Вот. И, ну, потом вот немножко располнила я. И как-то мне показалось, мне стали говорить подруги, что как-то получается монотонно. Вроде полненькая я и вот волосы зырные. И я постриглась. И с тех пор вот я носила все время стрижки. И сейчас что получилось? Вот после этого коронавируса, когда вы уже уехали с дачи, я помыла голову там. И у меня в трех местах скрутились огромные култуны. Вот просто култуны. Вот вся голова в култунах, вы представляете? После мытья головы. Мне кажется, что все не так. Ты купил какую-то дурацкую краску, которая была какой-то странной консистенцией. Она была гелеобразная какая-то краска. Что за фирма-то была? Не записали? Короче, краска. Новая какая-то у нее формула. Она, значит, имеет гелеобразную форму. Типа она не растекается по голове. Краска для волос. Я купила в Эльберисе. Ну, это не важно, где ты ее купила. Она какая-то странная. Важно, что она какая-то странная. И я когда маму красила ей волосы, я говорю, мам, все хорошо, но волос себя как-то странно ведет. Он, ну, как странно, на волосе меняет цвет эта краска. Да, и цвет получился не такой, как у нас. И цвет получился какой-то вообще совершенно непонятный. То ли они краску поменяли, то ли это просто гелеобразные краски вот такие. Я получила... В общем, короче, хрень какая-то. Да, и вот я грешу на эту краску. Потому что сколько уже на свете женщин, они вот часто меняют краски, не дай бог. И все вот из-за этого. А, кстати, еще, когда я обследовалась вот у врача, он мне сказал, что если у вас нормальная, хорошая краска, он говорит, вот даже если вы знаете, что у вас там поредели где-то волосы, он говорит, это не значит, что нельзя их красить. Говорит, вы никогда краской для волос не навредите своим волосам, потому что волос, он изнутри растет, он ничего, вот тут краска вам ничего не сделает волосам. Но, если только она не химически какая-то, прям, я не знаю, термоядерная. Но, я прочла про колтуны. Вот колтуны тебе она и сделала. Очень многих парикмахеров все время спрашивала, как полечить, чтобы не было колтунов. Никто не знает. Почему? Потому что колтун, это не заболевание волос, это заболевание кожи, головы. А-а-а. Поэтому парикмахеров, даже вот были такие девочки-парикмахеры, которые техникум закончили. Там долго их учат, всему, они там детально все проходят. Даже они не знают, как полечить этот колтун. А потому что колтун лечат, видимо, кожники, что ли, я не знаю. И, в общем, мне так не удалось найти специалиста, который вот полечил бы это дело. Но у меня в одном месте, вот тут вот, все время образуется вот это. Я в одной книжке прочла, что колтуны у этих, у ведьм раньше. И даже в некоторых странах говорили, если у женщины колтун, то ее сжигали нахрен на костре. На всякий случай. На всякий случай всех красивых баб пережгли с границей. На всякий случай. Но это в Европе, да, это не у нас. Но мы не в Европе живем. Так что смешно, это когда я просто о колтунах читала, мне попала такая информация. Вот в одном месте все время вот так вот волосы. Причем, когда они короткие, этого не происходит. Чуть они отрастают длиннее, вот скручиваются. И вот меня Игорь Борисович спас. Он не разобрал колтуны. Он сказал, уж если я рыбак, лески всякие разбираю, которые скручиваются в такие замысловатые. Говорит, что я тебе колтун не разберу? И он не разберу. Кинул, дед, не разбирал эти колтуны. Но что такое разобрать колтуны? Это просто все равно пук, там вынимается волос. Значит, каждый вечер, каждого воскресенья, в нашем доме повторяется примерно одно и то же. Они хотят сделать яичницу. Марат и Коля. А в доме осталось три яйца. Три. Ну, в принципе, им хватит. Но я даже не знаю, уже плакать или смеяться. И в моем больше нет. Ну, почему всегда воскресенье вечером? Надо хотеть яичницу. Не утром, не в другой день недели, а именно воскресенье вечером. Вот знаешь что? Я вот сейчас зрителям то же самое сказала. Каждое воскресенье, каждой неделе. Ну, три яйца, три. Три. Мы съездили с тобой в разные магазины. Да я и не купила. Но в продуктовый не сходили. Ну, нету там. Нету. Ха-ха-ха. Три яйца. Будешь из трех делать, делай из трех. Двадцать семь сосиц. Двадцать семь сосиц? Да. И три яйца. Ну, открой. А ты сам такие яйца купил. Смотри, яйца три не сушки. Ну, что ты не откроешь это? По тридцать. Я не шучу. Понимаешь? Да. Чтоб всю жизнь горела. А кином смотрят, пока яичницу будут делать. Хочешь? Хочу. Вот это. Тогда забудь о пряде. Это интересно. Почему именно это? Ставят под угрозу срывать. Весь наш вклад. Только пункт связан с питанием. Подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки. До новых встреч.